В первый день войны актёр Борис Андреев явился в военкомат. «Хочу на фронт!» «Да вы что?» – услышал в ответ. «У вас же бронь!» Тремя часами позже Андреев громогласно поносил бесстыжие военное начальство в ближайшем пятийном заведении. Подошли двое, возразили – не такое уж оно бесстыжие. И очень зря возразили. «У него кулак был как арбуз. Носовал он сколько надо. А потом выяснил, что это генерал». Через день Андреева арестовали за покушение на обороноспособность страны. Прямо на съёмочной площадке. «Реально могли расстрелять. Это было в 41-е. Начало войны. Штухо, что и делай». А что сделаешь с таким-то характером? «Довольно с тобой, нянька-то! Всё! Всё!» Природа наградила Андреева не только талантом, но и богатырской силой, брыжущей через край. «Молодко тебе слезить отцов-матерей! Допускать сирот малых деток!» После исполнения роли главного русского богатыря Андреева почитали наравне с национальным героем. К тому времени в его актёрском списке больше двух десятков ролей, в основном главных. «Илья Муромец и всё. Сидень карачаровский такой. Он ничего не играл. Он просто жил, существовал на экране». «Побратаемся!» «Побратаемся!» «У него была речь круглая. Вот то, чего добивались и не могли добиться от своих студентов, учителя сцен речи. А у него она от природы была». После смены слесарь-актер, как и положено, разнообразно бузил. Вытаскивая любимца заводской публики из отделений милиции и вытрезвителей, руководитель драм-кружка уговаривал заняться делом – окончить театральный техникум без отрыва от производства. «А вот других вы, например, могли бы учить?» И в конце концов уговорил. Отучившись на актёра, Андреев поступил на службу в Саратовский драматический театр. Для начала ему доверили выть по-собачьи в постановке «Вишневого сада». Борис то и дело бегал в курилку выпустить парк. «Он всегда говорил, что театр – это неинтересно. Театром он вообще никогда не увлекался». Через год на гастролях в Москве ассистент самого Пырьева предложил Андрееву пройти пробы на роль Назара Думы в «Трактористах» прямо в курилке. «Ну что ж, это можно!» На съёмках случилась судьбоносная встреча. Борис Андреев познакомился с Петром Олейниковым. И новоиспечённые друзья начали бузить на пару. Да так, что шахтёрский посёлок под Луганском, где снимались трактористы, ходил ходуном. «Четыре утра. Борис Фёдорович несёт на руках Петю Олейникова, выпившего крепко. Петя ему говорит, кинь меня на лавку, и всё, что ты мучаешься? Я тебя сейчас донесу. Петя говорит, вон диван, а это витрина мебельного магазина. Борис Фёдорович шарахт по витрине и кидает Петю на диван. Петя накалащиком сворачивается и засыпает. Рядом Борис Фёдорович. Они так хохотали, что на шум явился милицейский патруль. Начали составлять заяву какую-то. Борис Фёдорович сказал, что ничего не выйдет. Взял чернилицу и выпил чернила. И, конечно же, ничего не вышло, потому что нечем было писать. На этот раз пронесло. После окончания съёма Колейников предложил другу перебраться в Москву. Андреева на волне успеха трактористов звали на лучшие киноплощадки страны. А потом случилась та самая драка в ресторане. Что он пережил за месяц в одиночной камере для приговорённых к расстрелу, остаётся только догадываться. Но спас начинающую звезду, как говорят, лично товарищ Сталин. Трактористов вождь любил. Легенда гласит так. Сообщили Сталину, что Андреева хотят расстрелять. А Сталин на это ответил, что ничему, пускай пока ещё поиграет. Лип, но? Что это? А что? Разве плохо? Парень, что надо? Отныне Андреев старался бузить, не нанося ущерба социалистической собственности и советским гражданам. Идут весело, хорошая погода. Удаль молодецкая играет. Олеников поднатчик такой. Боря, а киоску завалить можешь? Я могу. Подошёл, аккуратно положил газетный киоск на бок. Так. Пошли дальше. Снялись. Выпили. Идут. Киоск лежит. Никто не тронул. Лиз Андреев. Не, не порядок. Поднял, обратно поставил. Так могло продолжаться и дальше. Но снова вмешалась судьба. Хм. Однажды Андреев и Олейников, изрядно приняв на грудь, сели в троллейбус. Пётр подначивал друга. Ах, ты ж лапот деревенский. Никто за тебя замуж не идёт. Андреев завёлся. Согласится первая, кто выйдет на этой остановке. Вышла Галина, студентка консерватории. Андреев бросился за ней следом. Выходите за меня, не пожалеете. И девушка неожиданно согласилась. Мы не настолько были похожи. Она крупная, он крупный. И какие-то такие были двое из ларца. Одна беда. Отец покладистой невесты оказался большим милицейским начальником. Взять я, дебоширай пьяницу? Не дождётесь. Галина обещала перевоспитать жениха. И перевоспитала. Говорила нам, чтобы мы его не выпивали. Но вот тоже характер Бориса Сеудовича. Водка мне нельзя. Мне нельзя крепкие напитки. Характерами не сошлись. Чего? Может, скажешь, что она ещё не пара тебе крутоносим? Он очень любил Галю свою. Как это назвать? Она с нами прожила очень большую жизнь. И она его любила. Любовь превратила Андреева в трезвенника и трудоголика. Он стал ответственным семьянином. Работал на съёмочных площадках с таким напряжением, что шла носом кровь. Вот что значит крепкая женская рука и настоящее мужское чувство. Но бывает, что мужчина вроде и любит крепко, а бузить не перестаёт. Хоть кол на голове тиши. В тот день актёр Лев Дуров мчался домой на всех парах. С единственной целью. Как можно скорее убить жену. Ехал в троллейбусе, увидел в окно жену. Её пальто, её сапоги. С кем-то целуются в скверике на лавочке. Он, значит, до дома едва добежал уже, значит, начал соображать, какой нож точить. А она там дома в бегудях. На кухне суп варит. Дуров в запале привёл в негодность два кухонных табурета. А жена поставила вопрос ребром. Либо он прекращает это безобразие, либо развод. Супруг ревновал её к каждому столбу. Чуть что лез в драку. И добром это закончиться не могло. Дуров увидел свою жену, беседующую с молодым привлекательным кавказским мужчиной. Подходит этот, подпрыгивает, главное, и башкой бьёт в челюсть. Как выяснилось, ни в чём не повинного молодого человека, который спрашивал, как пройти в магазин. Если присовокупить к этому привычку Дурова не выходить из дома без карманного ножика, чудо, что дело ещё не дошло до смертоубийства. Я снимал такую передачу, которая называлась «Театральная лавочка». Я садился на эту лавочку с кем-то из крупных деятелей театра, разговаривал. Многие расписываются, а потом наш бутафор это вырезает. Лев Константинович пришёл с острым ножом. Сел и в центре вырезал ножом сам Лев Дуров. В общем, за доброй, даже нежной улыбкой актёра, который за редким исключением воплощал на экране образы уравновешенных, благовоспитанных людей, скрывался настоящий бузатёр. Что если что-то ему не нравится, он может послать подальше и дать морду. Не давал с собой помыкать. Причём, в отличие от многих, Дуров лез в драку, будучи абсолютно трезвым. Очень мало пил. Со мной, я помню, он выиграл стакан, потому что мы с ним бросились в зимнюю воду, когда снимались в фильме «Пепель Диночулок». Мы состояли уже полчаса, мёрзли, нужно было в воду ещё. И он сказал, так, всё, ответители, операторы, через 10 секунд мы с Боярским бросаемся в воду. Снимите? Хорошо, нет, до свидания. Вот так вот чего! Вы ещё обо мне услышите? Услышите? Кошмар! Стоп, снято! Привычка бузить у Дурова была родом из детства. Тревожные послевоенные времена. Один из самых криминальных районов Москвы. В Лефортовы выйти из дома без ножа было безрассудством. Умение постоять за себя входным билетом на улицу. Это было концептуально. В этих дворовых законах так слабый. Становись в угол, становись шестёркой. Что нужно, чтобы тебя уважали? Бить первым. Вот и всё. И Дуров вбил. Приятели, малолетние карманники и домушники частенько звали на дело. Даже придумали кличку – Седой. Волосы будущей звезды под палящим солнцем становились цвета пепла. Больше всего я люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно – видеть, как человек идёт на гибель. Впрочем, Лев воровал только цветы с общественных клумб для приглянувшихся девочек. Жене, а точнее тогда ещё невесте, тоже доставались такие букеты. Дуров был самым пылким из поклонников своей однокурсницы по школе-студии МХАТ Ирины Кириченко. И самым талантливым. Это все признавали, но Лев на всякий случай пообещал однокурсникам, что прибьёт каждого, кто хоть посмотрит в сторону его возлюбленной. А Ирине – что станет великим актёром. Очень много ролей. Они взломинались обязательно, потому что если Дуров в фильме, то это уже «Жди, будет подарок». Сам Дуров точно был не подарок. Дебютная работа в кино обернулась скандалом. Он подрался прямо на съёмочной площадке. Обругал режиссёра, причём выражений не выбирал. И удалился в развалочку, демонстративно поигрывая ножиком. Все только рты пораскрывали. Бывают времена, которые вдруг выносят волной кого-то, кто принципиально меняет понимание артиста, кто вдруг становится прямо противоположным тому, что принято ожидать. Тем не менее, в том же году Дуров получил предложение сняться ещё в двух картинах. Маленький, лысоватый, юркий, ну не герой, но удивительно обаятельный и прелегательный. Правда, узнавать на улицах и просить автограф зрители начали только после роли агента Клауса в 17 мгновениях весны. Дурову было уже 42. Я всё понял. Пошли, нам пора. Надо ли говорить, что и на этих съёмках не обошлось без скандала? Намечалась командировка в ГДР, и артиста пригласили на собеседование для проверки на благонадёжность. Ну, приходит этот хулиган ищет. Они ему, значит, этот вопрос задают, он отвечает, этот вопрос отвечает. Ну, и в конце концов, какой флаг у ГДР? Ну, чего тебе стоит сказать? Вот чёрно-жёлто-красный. А он написал «Весёлый Роджер». Что там по углам, черепа, кости. Естественно, его не выпустили. А вместе с ним и всю съёмочную группу. В итоге фильм снимали в Прибалтике. Актёр объяснил свою выходку поребячески просто – ненавидеть немцев за то, что развязали войну и лишили его отца. Тем не менее, актёр Бузатёр оставался невыездным, пока не распался СССР. Я бы на месте его жены-то его убила, если честно. Впрочем, в тот день убийство и отнюдь не в фигуральном смысле угрожало самой Ирине. Закончив на кухне разбор полётов, она собрала вещи и ушла, хлопнув дверью. На неделю. Дольше не выдержала, вернулась. Жить без любимого ревнивца оказалось тяжелее, чем терпеть его выходки. Мало того, человек, который внушал какой-то невероятный оптимизм. Вы знаете, невероятный оптимизм. Только болезнь вынудила Льва Дорова изменить привычки бузить без повода. В 59 лет актёра разбил инсульт прямо на сцене. Врачи сказали – на фоне многократных травм головы. Ему чудом удалось выкарабкаться. И мы с Филозовым поехали в эту больницу. И когда мы уже подходили к реанимации, уже и маски надели, уже и халаты нас заставили надеть, мы услышали хохот. Он лежал весь в трубках, весь в капельницах, чёрт в чём. И он рассказывал медсёстрам какие-то байки. Они хохотали. На том и держался. И продержался ещё четверть века. С тем же неизменным азартом и склонностью к лихим выходкам. Впрочем, записным нарушителям общественного порядка так везёт далеко не всегда. Кино снимаете? Детектив? Девушка осмотрелась? Кругом никого. Где камеры? Оператор? Режиссёр? На лестнице лежал без движения актёр Константин Григорьев. Как убитый. Подошла поближе. Ах! И кинулась вниз по ступенькам. Где телефон? Срочно скорую. Печальная судьба постигла нашего любимого, очень талантливого человека, нашего Костю. Он сам пригласил судьбу на поединок. Одной фразой, мимоходом брошенный приятелю, актёру МХАТа Борису Борисову в ресторане. Намекнул на нетрадиционную ориентацию мужчин за соседними столиками. Хотя, вроде бы, оснований для этого не было. Ой, Костя, говорит, как здорово, что мы с тобой увиделись. И какие люди нас окружают. А Костя ему сказал, да какие тут люди-то. Деловые, в законе. В то время Константин Григорьев был на пике популярности. Он в каждой своей работе был на месте, и в каждой своей работе он был хорош. О нём писал советский экран. Поклонницы караулили у подъезда. А продавщицы в магазинах гордо делились домочадцами. Сегодня знаете, кому отпускало? Вот бы некрасивый, но жутко обаяние. И обаяние такое, мужское обаяние. Женщины от него балдели. К славе коренной ленинградец подбирался извилистыми тропами. После окончания школы театральные заведения северной столицы указали ему на дверь. Григорьев устроился слесарем-механиком на завод и актёром в любительский театр. Позже поступил на службу в театр Ленцовета, рабочим сцены. Он был очень харизматичный человек, он никому не подчинялся, он был сам по себе. Пять лет ушло на то, чтобы добиться мечты – учиться на актёра. После окончания учёбы в школе-студии при театре Ленцовета Григорьева пригласили на первую сценическую площадку города – в театр Комиссаржевский. Стали звать и в кино. Спинчук, твой взвод будет снимать посты. Пока не обнаружат, не стрелять. Есть. Но в 35 лет снова пришлось начинать с нуля. А всему виной – острый язык и буйный мрах. Он был очень остроумный, иногда очень зло шутил. Он мог что-нибудь сострить по поводу какого-нибудь человека, но за это наказывать его вот так нельзя было. Ситуация усугублялась и тем, что Григорьев не признавал авторитетов. Уважая за то, что я начальник, это тоже он не признавал. Если человек хороший был, то он этого не скрывал. А если наоборот, то он это показывал всеми возможными способами, какие только можно. По известному адресу однажды был послан и Рубен Агамерзиан, худрук театра Комиссаржевский. Сталя сказал, если ты еще позволишь себе, то я дам тебе в морду. Разумеется, худрук сносить такие выходки не собирался. После этого его уволили в молчий билет на театры в Ленинграде. Ну вот он такой был, он не мог терпеть. Григорьев собрал чемодан и отбыл в Москву. А что еще оставалось? Опального актера приютил театр имени Пушкина. Дали комнату в общежитии. Григорьев играл так классно, что Олег Ефремов вскоре переманил его в Амхат. Перекупил. За день выбил квартиру в центре Москвы и машину. О, чай. Четыре можно? Конечно, можно. Но и при таком раскладе актер сначала говорил, а потом думал и расхлебывал. Его поставили на роли в спектакле вместо Евстигнеева. Как так? Что это такое? Как это вот Григорьев будет играть вместо Евстигнеева? И тогда Костя сказал фразу, а пусть Евстигнеев попробует сыграть, как Григорьев. Евстигнеев заметил, чтобы ему сыграть, как Григорьев, нужно переместиться во времени в кружок дома пионеров. Слово за слово и вскоре в ход пошли кулаки. Григорьев быстро освоился в Москве и в кино. За 12 лет четыре десятка картин и всесоюзная слава после трактира на Пятницкой. Поняла, паскуда? Все закончилось в одночасье. 17 февраля 1984 года обиженная, нетолерантная острота и пара из-за соседнего столика подкараулила актера, когда он вышел из зала покурить. Ударили сзади чем-то тяжелым. Григорьев отключился и стекал кровью, пока его не нашла проходившая мимо девушка. Какие-то вот такие ноги, брюки, ну, приметы, по которым найти невозможно. Было следствие же, но не нашли никого. Дальше все как в страшном сне. Актер потерял способность говорить и заучивать текст. Речь со временем восстановилась, а память нет. Он погиб, просто погиб, но такая картина страшенная. Жена настаивала, надо вернуться на малую родину. Дома и стены помогают. Григорьев уступил уговорам. Солидную разницу после обмена центр Москвы на окраину Ленинграда женщина положила себе в карман и исчезла с горизонта. Хрущевка, пятый этаж, пятиэтажного дома. Квартира была убитая. Он жил один. Сначала московские коллеги, те, кого актер не успел задеть за живое своими выходками, изредка подкидывали хоть какую-то работу. Потом прекратилось и это. В 91-м уже году его Александр Соловьев пригласил в фильм «В патаганке ходят танки», где он сыграл психически больного. Тогда о нем уже стали распускать слухи, что он на самом деле шизофреник, идиот, псих. И вот это была его последняя роль. Григорьев тихо спевался. Об актере вспомнили лишь через 20 лет. Сначала местные журналисты, следом друзья юности. Я думал, что он живет в Москве. В конце 2005 года появился сюжет по телевизору. Показали его, как он жутко бедствует. Я приехал. Актер нуждался не только в финансовой помощи, в постоянной опеке и уходе. Он был в совершенно беспомощном состоянии. Я обратился через режиссера на Ленфильме к Никите Михалкову. И Михалков прислал деньги. Вот. Это очень помогло. Григорьев к тому же страдал от неизлечимой болезни. Но появилась надежда. Смотрю, у него окно, по-моему, это. Я говорю, Костя, что такое? Ты сам, что ли? Он говорит, нет. Ко мне женщина приходила. Григорьева к этому моменту было не узнать. Изможденный, неопрятный, больной старик. Но для надежды он остался таким, каким она его когда-то еще в юности видела на экране. И нашла в большом городе. Была статья про Костю и фотографии его дома с его балконом, обведенным в кружок. Походила по району, посмотрела. Таким образом она на него вышла. Она была моложе Костина 42 года. Нашла и осталась с ним до конца его дней. На три месяца. Это очень грустно. Он бы еще мог очень много сделать. И в кино, и в театре. Любой истовый бузатер в глубине души знает. Он ходит по лезвию ножа. Но это не повод остепениться. Эта ночь навсегда осталась в памяти друзей юности Александра Кайдановского. Он, Леонид Филатов, Борис Галкин и Владимир Качан оказались в Мариной роще. Было уже за полночь. Пусти! Пусти! Как из-под земли появились шестеро. Встали полукругом. Сверкнул нож. Кайдановский подошел к главарю. Взялся голой рукой за лезвие. Хлынула кровь. Он продолжал сжимать клинок и пристально смотреть в глаза предводителю шайки. Полминуты. Минута. Главарь первым отвел взгляд и сделал знак своим. Уходим. Он такой был человек. Традиционный. Или еще что-то такое. Да, вот этого у Саши почти что не было. Зрителям он запомнился ролями аристократов, способных на поступок. Белая кость, голубая кровь. Я не могу сказать культовый, но вообще в то время, наверное, такого не было. Он был очень популярным артистом. Он и в жизни казался аристократом. Писал картины, читал книги по философии, одевался как франт. Но белая кость порой исчезала, как по щелчку. Кайдановский мог затеять драку в любой момент. По поводу и без. Я не знаю, в силу с чего. Может, он что-то сам не понимал. В Мариной роще, избежав поножовщины, кинулся на одного из спутников с кулаками. Еле оттащили. Друзья недоумевали, почему он порой ведет себя так неадекватно. Ответа не было. Сколько вы пережили? Я ни о чем не жалею. В Ростовском театральном училище через месяц после поступления Кайдановский бросился выяснять отношения с педагогом. На кулаках. Еле отстояли. Отправился в Москву. Поступил в школу-студию МХАТ, но вскоре перевелся в Щукинское училище из-за очередного скандала с педагогами. В итоге его взяли труппу Вахтанговского театра, а еще через три года завели уголовное дело. За драку. Нет. Мне эти игры не нравятся. Я страна нейтральная. Вы сражайтесь, я подожду. В тот день компания Вахтанговцев отмечала очередную премьеру в ресторане. Кайдановский после нескольких рюмок пошел освежиться. Заблудился, забрел в котельную, разозлился и с размаху врезал человеку, пытавшемуся объяснить, что это служебное помещение. Человек оказался ветераном войны. Итог – два года условно. Иногда он выпивал, ведь он не был алкоголиком, он не был запойником, но хряпнуть водки... Ну, отчасти он, конечно, отпускал себя в какой-то псевдо-конфликтной ситуации. От реальной отсидки Кайдановского спас Михаил Ульянов. Общественный защитник, в свое время сыгравший Ильича, очень ярко и эмоционально выступил на суде. А актер решил уйти в армию, подальше от соблазнов большого города. Новобранца отправили в знаменитый конный полк при Мосфильме. Там Кайдановского и нашел Никита Михалков. Позвал на главную роль в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Предупредил – на съемках без драк. Кайдановский, разумеется, согласился и вскоре умудрился подраться с самим режиссером из-за творческих разногласий. Категоризм – это было очень-очень свойственно Саше. Однажды, после третьей рюмки, Саша посмотрел на меня и сказал каноническую фразу, что за искусство можно и морду набить. Морду набить Кайдановский попытался и Тарковскому на съемках «Сталкера» из-за любовницы, коллеги по Вахтанговскому театру – Валентины Малявиной. У них был роман достаточно такой серьезный с Валентиной. Они оба увлекались очень Достоевским. А вот на этой почве произошло такое взаимопонимание, потом любовь. Чувство запредельного накала. Как-то, чтобы доказать друг другу свою любовь, пара решила резать друг другу вены. Кайдановский слегка полоснул. Валентина саданула так, что кровь залила всю комнату. Как они там напьются, она сразу забрит ухо. Она этим привлекала к себе. Это один из способов. Дурацкий, конечно. Тоже один из способов привлечения к себе. С годами стремления Кайдановского затеять драку по любому поводу только прогрессировало. Он дрался в поездах с первым встречным попутчиком, который неаккуратно плеснул чай на брюки. С актерами на съемочных площадках собственных фильмов, когда стал режиссером. Мне было много непонятно. Я как бы это понимание хотел каким-то образом пробить его, что мне на какие-то установки дать, что-то, что я в том или ином эпизоде делаю. Он дрался до последнего вздоха. Ранний и загадочный уход актера из жизни тоже спровоцировала драка, считают друзья. Один из тех, кто провожал его в последний путь, заметил. Правая рука Кайдановского, ударная, выглядела в гробу распухшей и покрасневшей. Явно неспроста. На одной руке фаланги пальца были тонкие, как спички. А на другой – нет. Он ведь ушел от чего? От инфаркта третьего. Его очень легко вызвать болевым шоком. После смерти Кайдановского друзья обнаружили в его дневниках запись. Телесная боль притупляет боль душевную. Все стало на свои места. Драка помогала справляться с сильным волнением, возбуждением и раздражением. А уж спокойным человеком актер точно не был. Но поводов для переживаний становилось все больше. По причине тех же драк. Замкнутый круг и трагический финал. Впрочем, вполне закономерный. Настоящий драчун всегда дерется до конца. Ой, что делают? Что делают? Молодым и неопытным артистом Ролан Быков внушал почти животный ужас. Вот и Семен Морозов, встретившись на съемочной площадке с известным режиссером, заметно робел. Мне было некомфортно. Что такое? Я думаю, меня как-то колбасит от него. Зарал сразу. Зарал так громко и так требовательно, что у меня сразу занылось. Я думаю, ну... Поэтому и истерика героя Морозова в этом эпизоде отнюдь не притворная. За пару минут до команды «Мотор» режиссер фильма «Семь нянек» отвесил юному актеру пару увесистых оплеух. Руку сломал! Ой, удел! Ой, руку сломал! Удели, пойду! Да еще и наорал. Я мог орать так, что казалось, вот рухнут стены, что у него там что-нибудь оборвется и лопнет. Потом тут же поворачивался к нам и говорю, ну как я им дал. И опять. 16-летний Семен Морозов в этой ситуации повел себя нестандартно. Он ответил прямым в челюсть. Я был дважды чемпионом Москвы по боксу среди младших. Я готов был всегда, значит, отражать какие-то посягательственные мои достоинства. Что характерно, Быков не удивился. Подраться? Да запросто. А еще Ролан Антонович владел в совершенстве искусством словесной перепалки. Шутил, ехидничал, острил, высмеивал. Гафт написал по поводу Быкова некую эпиграмму. Потом сказал, прости, Сталина, извини. Тут же Быков практически на салфетке написал. Гафт к современному в искусстве пришел по трупам. И преуспел на сцене, в чувстве остался глупым. Тут невиновный с папой мама. Сам рад стараться. Гафт, естественно, тут же ответил, а Быков опять ответил. Я там все не процитирую. Но этим дело редко ограничивалось. Когда задирали его, Быков отвечал совсем пылом и не мог остановиться. Как и тогда, когда первым лез на рожен он сам. Он был очень загорающий человек. Надо было с этим свыкнуться, привыкнуть и этому подчиниться. Драка, как ветрянка. Пока не переболеешь, не отпустит. Быкова отпускала долго. В 46 лет он подрался на съемках детского мюзикла «Приключения Буратино». Родан мог подойти и сказать, ты такой сякой дать по морде. На этот раз Быков выдрал автобусное сидение и подложил под реквизиторские брюки, чтобы безболезненно скатываться с лестницы. Падать так с комфортом. Все смеются, все счастливы. Только водитель служебного автобуса, который нес заказенное имущество, материальную ответственность, недоволен. После нескольких дублей сидение пришло в полную негодность. Слово за слово началась драка. Еле разняли. Это не диктатор. Это человек необычайной фантазии, но пересимум невозможен. С той же горячностью, что и на съемочной площадке, Быков бросался на мужчин, которые имели неосторожность оказывать знаки внимания его дамам сердца. Достаточно было одной улыбки. Начали так, что ли, шутить и обращать внимание друг на друга. Я, значит, у меня бабушка сшила такое синее платьице из, по-моему, какого-то плащевого материала, потому что тогда сложно было достать что-то хорошее, но платьице было мини. И Ролан написал мне стишок. А ножки из-под платьица, ну, просто так и катятся. А все к тебе дементами с большими алиментами. Игорь Демент. Так звали театрального режиссера. Соперников в борьбе за сердце начинающего режиссера Аллы Суриковой. Быков при каждом удобном случае зло его высмеивал. Развелся, детей бросил. Кому нужен такой жених? Женщины вообще были слабостью Ролана Антоновича. И ради них он всякий раз демонстрировал силу. В том числе и буквально. Сколько энергетики в этих маленьких людях. Эта пружиночка, которая вот в коробочке маленькая, и потом как она выходит. Вот Ролан Быков такой был. Мя-а-а! Это Бармалей его. А уж когда речь зашла о законных женах, Быков бил сразу, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Уже будучи в браке с Еленой Санаевой, Ролан Антонович ревновал к каждому столбу свою первую супругу, актрису Лидию Князеву. Сбежал она от него, я слышал, что это ее была инициатива. С годами Роман Антонович немного остепенился. Елена Санаева не сразу, но отучила его раззадоривать себя спиртным. Потому что решила, несмотря на все проблемы, она останется рядом. Ну, у меня был один момент такой, когда я думала, что лучше мне уйти. И тут мой Паша сказал, нет, мама, ты не делай этого. Ты не делай этого, потому что он тебя любит. Он очень хороший человек, сказал он. Ну и все, и у меня эти сомнения отпали. Быков говорил о себе так. С моей внешностью надо быть заметным. Может, этого он и добивался, в том числе и криком, и кулаками. Ему всегда будто не хватало славы. Он просто знал, что он делает, знал, что он хочет. Он совершил массу открытий в кинематографе, в нашем, во всяком случае, интересных. И все это служило делу творчества. Я дерусь, потому что дерусь, поговаривал незабвенный Портос. Этой простодушной формулой могли бы объяснить свою склонность к бузотерству все наши герои. Плюс к этому трудное детство, особенности воспитания, взрывной темперамент. Но в конце концов, к чему оправдание? Они были талантливыми, страстными и азартными. А что еще нужно для этой странной профессии актерам? Субтитры создавал DimaTorzok